здравствуйте вам спасибо что согласились на интервью у нас есть некоторые вопросы по сфере туризма и вашего гостиницы Hilton первый у нас вопрос в чем главная задача главного менеджера в гостинице в чем ваша основная задача здравствуйте в первую очередь добро пожаловать Hilton Tashkin City спасибо что пригласили меня на интервью задача генерального менеджера отеля не заключается в том чтобы настраивать работу всего отеля обычно есть процедуры стандарты которые установлены уже задолго до того как появились уже мы наш отель то есть эта индустрия существует достаточно давно задача генерального менеджера убедиться что данные процедуры проходят в правильном порядке словно конвейер на заводе на производстве и убедиться что если что-то выходит за рамки работы и что-то идет неправильно и генеральный менеджер должен подключиться в этот момент убедиться что процедуры процедуру и процессы пошли обратно в правильном порядке ну и конечно же мы являемся организация гостеприимства но кроме задачи того как сделать так чтобы гость был довольны чтобы лицо страны было правильным да перед туристами перед посетителями нашей страны поддерживать имидж гостиницы но также это является финансовой часть где гостиницы отель должен должен делать деньги даже приносить прибыль потому что владельцы вложили немалую сумму обычно в эту индустрию поэтому генеральный менеджер отвечать за все эти процессы включая операционные чтобы гость заселялся и выселялся в правильном порядке а также то чтобы сам объект бизнеса приносил необходимые дивиденды владельцам спасибо каким качествами должен обладать менеджер отеля просто прилагательный что можете описать наверное главное качество которого я бы отметил это стрессоустойчивость гостиница это не тот объект который работает там скажем с девяти до шести шесть закрывать свои двери говорит закрыта больше никого не пускать это круглосуточная круглосуточная организация который работает без выходных без праздников и конечно же могут происходить разные ситуации которые могут вывести человека из себя и стрессоустойчивость безусловно один из главных факторов не только менеджера гостиничного дат но и любого другого сотрудника на любом уровне спасибо что побудило вас выбрать именно карьеры в индустрии гостеприимства почему выбрали именно эту профессию не знаю насколько ли человек выбирает свою профессию 18 лет дает себе осознание того что он идет в правильном направлении что он хочет заниматься именно этим не надо кажется что 18 лет когда вам нужно определяться в какую индустрию вы хотите пойти чем вы хотите заняться это немножко рано рановато но в то время мне повезло с тем что я уже попробовал себя немного в гостиничной сфере да я начинал работать был боем носил чемоданы гостям да и мне очень понравилась эта индустрия тем что нету ни одного дня который похож на предыдущего с каждый день происходит что-то нового нету рутины разные гости разные люди разные ситуации и наверное то что отсутствие рутины побудило меня все же выбрать эту профессию сравнение 10 лет как у нас развивается в стране сфера туризм если взять например индустрию туризма республики узбекистан это получается 2012 год и 2022 это две разные параллели то две разные два разных вообще мира туризма как раз таки 2012 это были те годы где когда только-только вот относительно начинал свою карьеру была была сезональность например да я помню чтобы сезон и да там весной и осенью есть гости летом 2016 года благодаря реформам шавкат мироманыч музеева президента республики узбекистан уважаемого или индустрия туризма начала резко развиваться я говорю это не как посторонний человек от этой индустрии я был сам свидетелем того что в гостиницах узбекистана не хватало мест и это было не так чтобы это пару месяцев в году круглый год не хватало мест логистика начинала развиваться туризм сам начал развиваться количество международных гостей резко увеличилось потому что были реформы в области визового режима с другими странами также и конечно же это инвестиционные льготы для иностранных инвесторов все это побудило потому что индустрии туризма сейчас это совсем другой уровень тем что был 10 лет назад да понятно что есть всегда куда расти но я скажу что шаги которые были предприняты за эти годы это не маленькие эволюционные шаги это были резкие очень резкие большие шаги вперед как у вас работает система набор кадров как проходит отбор персонал именно в вашем гостинице начиная от хаускиппиня до генерального смотрите если мы будем говорить про кадры у резкого развития туризма про которым мы с вами только что говорили есть и обратная сторона медали к сожалению индустрия образования гости специалистов в нашей сфере не в не было на тот момент готова предоставлять такое количество кадров резкое увеличение количества объектов туристической отрасли создала спрос на специалистов в этой области да в квалифицированных специалистов особенности но если мы говорим сейчас конечно мы уже пытаемся набирать людей в особенности энтузиастов своей индустрии которые представляют себя в будущем в этой сфере и тем что они являются будут являться активными участниками развития туризма республики узбекистан также чтобы это было бы не в авиационной сфере логистической в гостиничной либо это турфирмы сейчас это происходит путем конечно же мы как хилтон можем себе позволить набирать людей которые прошли какие-то курсы либо прошли какой-то небольшой опыт в других гостиницах да я думаю что другим гостиницам которых нету бренду которые не пятизвездочные это еще тяжелее потому что мы можем взять сотрудников коллективом своим именем своими возможностями потенциалом к развитию в самом отеле но и проходит также под стандартные процедуры это происходит через отдел работы с персоналом у нас есть рекрутер который находит сотрудников далее у нас идет начальники отдела в которой разговаривать непосредственно с этим кандидатом согласно им требованиям согласно их необходимым квалификациям которые запрашивают на определенную должность и в конце это интервью со мной непосредственно с генеральным менеджером но чаще всего начальники отделов уже сами решают интервью со мной это что самое последнее до чаще всего я просто пытаюсь понять что человек который они подобрали подходит нашим ценностям менталитету и каким-то особенностям нашей компании да но все таки у вас бывают сложности до отбор кадров именно квалификационных кадров у вас есть да проблема же проблема квалифицированных кадров она я думаю сейчас не только в узбекистане мне общаюсь да я работал также в эмиратах в обезьянных арабских эмиратах в городе абу-даби я работал и соединенных штатах америки я вам скажу так проблемы с кадрами в области туризма она везде но сейчас открывается колледж открывать университеты зарубежные курсы которые вы можете пройти обучение за границей в этой сфере стал достаточно популярным поэтому я думаю что это вопрос времени но я может быть вам скажу сейчас тоже еще что сотрудники гостиничной индустрии это не инженеры это не врачи это не хирурги до которым нужно точечное образование да им нужны базовые данные чтобы они умели разговаривать с гостями разговаривать с людьми это в основном communication skills так называемый да у меня сам человек должен быть настроен заработать так что он человек этого индустрии да это креативность красивый подход к делу ответственные пунктуальность аккуратность да так что я не считаю что это нужно какие у вас проекты или как вы видите хилтона через пять или десять лет какие у вас сказать ужин с развитием рынка узбекистане туризма ну конечно же есть то что у нас появляются конкуренты на данном рынке можно сказать именно что кто считать ну на данный момент если мы говорим про сейчас это один известный конкурент наши ташкенте прямой конкурентами это хаят из больших пятизвездочных гостиниц скором времени открывается интерконтиненталь это новая версия что ли да где три лент там вот гостиница интерконтиненталь даже пятизвездочная гостиница но с темпами развития туризма в узбекистане я думаю что это не будет проблемой что все еще даже при открытии интерконтинентали количество номеров номерного фонда в узбекистане не будет хватать на общее количество чем больше открывается гостиниц тем больше увеличивается поток просто что вашу то есть чем вы отличаетесь от других гостиниц чем отличается хилтон от других гостиниц от других гостиниц именно из моего конкурентного списка вы имеете но из-за пятизвездочного наверное я вам скажу так судя по отзывам гостей и судя по опыту который я лично замечал мы более гибкие мы чаще идем навстречу да у нас есть свои стандарты да и свои процедуры но мы всегда стараемся подобрать индивидуальный подход каждому гостю то есть в английском языке есть такое слово luxury люксовый подход он индивидуален люксовый для меня и люксовый для вас это две разные вещи поэтому мы пытаемся понять что каждый индивидуальный гость каждой индивидуальная компания хочет от нас какой подход она хочет чтобы максимально соответствовать их требованиями и ожиданиям поэтому мы и попали в прошлом месяце в топ-10 самых лучших хилтонов по версии посетителей по всему миру да у вас реально вежливый очень персонал спасибо благодарю что мы можешь сказать будущим студентам ученикам которые хочет поступить на это гостеприимцевой индустрии отеля как может это есть немножко мотивация да нет с чем начать как начать какие образования я сам например получал бакалавр в области гостиничного бизнеса и туризма в нашем сингапурском университете последний год там был австралийский университет саузен кросс но вы учитесь также в узбекистане и после того как я закончил университет казалось бы с высшим образованием я все еще работал на ресепшене обычным сотрудником ресепшена но при этом я всегда старался делать то что делает следующая должность после меня я не только выполнял свою функционал я всегда старался выполнять тот функционал то того сотрудника того человека который является на одну должность лучше меня и я буду вам честно как честно честь и не откровенен я думаю что столько людей впереди еще столько должностей впереди стану ли я когда-нибудь генеральным менеджером да но вот я здесь перед вами работали над собой и вера да мы но конечно это это много труда это много работы да это отказ от чего-то иногда в пользу своих целей но в то же время конечно же вы должны быть лояльной той компании в которой вы работаете я хочу сказать с каким вы бы не были образованными какими вы мне были бы квалифицированными если вы не подходите менталитету и ценностям компании вы скоро оттуда уйдете поэтому нужно впитываться ценностями компании в которой вы работаете чужую избу со своими уставами не приходят чужой дом тоже со своим правилам не приходит приходя в ту компанию в которую вы хотите развиваться примите их требования ценности и старайтесь максимально им соответствовать